Тест галогиновых ламп Потому что там видео снимать не особо было интересно Интересно конкретно уже результаты наблюдать Но для тех, кому интересно, как я его провожу Вкратце расскажу Смотрите, я беру автомобиль Ставлю напротив него прибор для регулировки фар Вот этот И меняю в одной и той же фаре лампу Одну на другую И смотрю, сколько меня показывает люксметр, который встроен в прибор Таким образом получаю результат Более подробно о методике тестирования У меня рассказано в видео, которое посвящено тесту галогиновых ламп H4 Если кто-то хочет более подробно посмотреть об этом То будьте добры, ссылка будет вот здесь На это видео Ну давайте перейдем непосредственно к тесту Итак Вот у меня в руках результаты теста Довольно большое количество листов Сейчас я буду тут зачитывать И, соответственно, вы на экране будете видеть те результаты, которые я получал Итак, погнали Сейчас вы видите у себя на экране все те лампы, которые мне удалось достать Ламп не так много, с одной стороны С другой стороны, меня никто не спонсирует И нет возможности у меня достать лампы абсолютно все-все-все, которые есть на рынке Ну а здесь представлены основные марки Это Philips, Osram, Narva, MTF, а также GE Ну, довольно болтовни Давайте непосредственно к тесту Итак, смотрите На последнем 14 месте по яркости у нас получились лампы MTF В прошлом тесте эти лампы также заняли последнее место Только там они еще попали в номинацию шлаколампы Почему они попали в эту номинацию? Потому что у них элементарно спираль стояла не в том месте И они давали неправильный пучок В этом тесте у них ситуация была чуть лучше То есть они делали тот пучок, который должен быть Единственное, что он был очень слабый То есть с геометрией лампы все в порядке Но как лампу ее использовать крайне не рекомендую Ребята делают хороший ксенон Я про компанию MTF Но галоген у них просто беда То есть покупать крайне не рекомендую продукцию MTF В плане галогеновых ламп В итоге самое последнее 14 место Погнали дальше Так На 13 месте по яркости расположились лампы фирмы Philips А именно Philips Crystal Vision Эти лампы из так называемых под ксенон И свет у этих ламп гораздо более белый, чем у стандартных Но за это приходится расплачиваться количеством света То есть лампы довольно тусклые Почему так происходит Почему белые лампы светят намного слабее, чем желтые Я очень подробно рассказывал в своем видео Лампы белого света Какие лучше приобретать Кому интересно Вот тоже будет ссылочка Посмотрите Если кто-то хочет вникнуть в этот вопрос поглубже Итак Philips Crystal Vision И предпоследнее 13 место Итак, следуем дальше На 12 месте по показателям оказались сразу три лампы Две из них это лампы с повышенным сроком службы И поэтому со сниженным световым потоком А одна с окрашенной колбой Что тоже снизило ее световой поток Смотрите, значит И те, и другие лампы предназначены для тех У кого достаточно часто перегорают лампы И задача не ярко светить, а светить долго В первую очередь Поэтому их результат Это вполне нормально То есть Лампы светят гораздо дольше стандартов Но чуть слабее Третье из этих ламп Это Osram Osram Altsism порекомендую тем Кто хочет лучше освещения дороги В туман или дождь Так как более желтый свет Меньше рассеивается В таких средах Как дождь и туман Так, погнали дальше На одиннадцатом месте по яркости расположилась лампа Osram Origin Как я понимаю Это стандартная лампа Которая идет с завода в большинстве автомобилей Но если я не прав, поправьте меня в комментариях Там просто ситуация такая В машине были уже менены лампы И не было возможности узнать Что в ней стояло уже с завода Но в большинстве автомобилей Я вижу, что стоят лампы Osram С конвейером Итак, следующая лампа Которые заняли в тесте Десятое место Называется Philips Blue Vision Ultra И они поднялись так высоко То есть они тоже лампы с крашеной колбой И в нашем тесте поднялись так высоко Из-за того, что покрытие на колбе У них нанесено не полностью Все стекло покрыто Оно градиентом нанесено То есть в зоне спирали Стекло максимально прозрачное А там, где зона дальше от спирали Там оно имеет голубой окрас Порекомендую их тем, кто хочет Опять же получить более белый свет И не сильно проиграть в яркости лампы Конечно, на цвет, как у ксенона С такими лапами рассчитывать не стоит Но более белым, относительно стандартных ламп Он точно будет Так, смотрите На девятом месте У нас расположилась лампа От компании Narva Идентификации Walk Life Это лампа из серии Лампа с увеличенным сроком службы Кому требуется, берите на заметку Светит она очень достойно На восьмом месте Расположилась лампа От компании Philips Plus 30 В тесте ламп H4 Она меня очень сильно порадовала По соотношению цена-качество И оказалась в стройке лидеров Она там была третьей Здесь она в стройку не вошла Но показала очень-очень хороший результат Так что настоятельно рекомендую Philips Plus 30 Как очень-очень хорошие качественные лампы И по цене я совсем не дорогие На следующем, седьмом месте Лампа от компании Narva Это лампа Contrast Plus Вот сейчас вы видите на экране упаковку И показания С показаниями 27,5 килолюкс Хоть это и лампы с желтым покрытием Но светят они лучше многих ламп Лампы, у которых покрытия нет Так что, опять же Для тех, кто понимает Чем желтый свет лучше, чем белый Очень их порекомендую Лампа светит очень-очень даже неплох Так, смотрите На шестом месте у нас Получились лампы Narva Range Power 50 Plus Опять же, смотрите упаковку Как она выглядит Результат их тестировали 28,1 килолюкс Лампы, в отличие от предыдущих Не крашены И скорее всего Именно из-за того, что они не крашены Они светят чуть ярче, чем предыдущие Мне так кажется, что они как бы На одной основе сделаны Просто у одной есть покрытие А у другой нет Но я тоже могу ошибаться Если кто-то близок к производству Лампы этих И может подсказать Пожалуйста, напишите в комментариях Я буду только рад узнать новую информацию Итак, пятое место Мы совсем близко подобрались к лидерам И на пятом месте у нас Philips Plus 60 Которые в прошлом тестировании Ламп H4 заняли четвертое место То есть были тоже очень-очень близки к лидерам Вот как они выглядят Напоминаю, их результат составил 28,4 килолюкса Лампы довольно-таки хорошие Что еще раз подтверждается Уже не одним тестом Тоже их могу смело порекомендовать Единственное, что цена у них Как правило, всегда выше, чем у лампы Plus 30 Но в случае с лампами H7 Они светят действительно ярче Итак, четвертое место А вот лампы на четвертом месте Меня очень удивили И, честно говоря, дали мне Эти лампы, так сказать, в нагрузку Все равно валяются, не продается Возьми до кучи Наверняка они светят так себе Будет тебе с чем сравнить нормальные лампы Ну, в общем, я их и взял Но, как видите Эти лампы оказались Очень даже хорошие Вот вы сейчас видите упаковку Стоят они совсем немного По сравнению с более известными брендами А светят отлично Так что, если найдете их То настоятельно рекомендую Если честно Наибольшее вообще удивление В тесте У меня вызвали результаты Именно вот этих ламп GE Итак, мы добрались До тройки лидеров Кто как бы следит За какие лампы уже вышли Наверное, понял А какие лампы остались Давайте, наконец-то огласим Итак, на третьем месте Оказались лампы Которые в тесте ламп H4 Заняли второе место А здесь они заняли третье место Это лампы Philips Плюс 130% Вот, смотрите, упаковка Результат их составил 29,1 кило-люкс Что по нему можно сказать Если цена не смущает То берите Светить будет хорошо Причем при их установке Свет заметно такой Более белый становится Кому хочется и яркий свет И более белый, чем стандартный И цена не вопрос Поберите А вот на втором месте Все очень интересно Оказались лампы GE Mega Light Плюс 50% Это опять же Лампы Те, которые мне дали Как бы в нагрузку И ничего по ним Интересного не ожидалось Но вот Что есть, то есть Причем, что Те же GE светили хорошо Которые Недавно были То Так и эти вообще Оказались В итоге на втором месте Показали они просто Феноменальный результат Опять же, повторюсь Не ожидал такого От ламп данной фирмы Светят они гораздо ярче Многих-многих-многих Более именитых конкурентов Может не такие лампы Может они все такие Судить Не могу Но вот делюсь с вами Результатом Моим конкретным результатом Результат у них составил 30,6 кг Ну и Барабанная дробь Та-да-да-дам Та-да-дам Наверное, уже все поняли На первом месте Победитель В нашем тесте Ламп H4 Так же, как и в тесте Ламп H7 Получились лампы Остром Nightbreaker Unlimited Плюс 110% Результат их составил 32,1 кг По ним Что могу сказать Являются они Чемпионами По яркости Причем Как мы теперь Выяснили Это и лампы H4 И также Лампы H7 На автомобиле Вот Которым я тестировал Там Именно В правой фаре Стоит именно Такая лампа И При езде ночью Свет очень сильно Отличается Левая Стандартная И правая Вот этот Остром Nightbreaker Unlimited Вот Так что Это видно Не только по прибору Но и Невооруженным глазом Так Ну Свою миссию На сегодня я выполнил Рассказал вам Про лампы Какие из них Светят Какие не светят Как светят Вот Если эта информация Была вам полезна Ставьте палец вверх Подписывайтесь На канал Тут и дальше Будут выходить Видео По тестированию Различных вещей Либо По моим оценкам Различных вещей Если у кого-то Бумбануло По поводу Этого теста Или он считает Что все должно Быть не так Или он не нашел Своих Любимых вам Здесь Ну Извините Можете Ставить палец Вниз Тогда Пишите Тогда Гневные Комментарии Что все Не так Как вы Хотели Ну С вами был Андрей Финаш И до новых Видео Пока Продолжение следует...